потому что я себя всю дарила дарю вот так вот раздавала себя пыталась еще немножко бизнесом заняться это тоже очень много таким сетевым маркетингом это тоже занимало очень много времени и больших результатов и качеством как сказать не видела но я больше это делал для для людей как бы не в цели заработка чтобы положить деньги в карман а для того чтобы ну вот как сказать и феллинг сейчас скажу по-русски как предлагаешь рекомендуешь вот эти рекомендации это тоже занимает очень много времени в общении у меня появилось очень много хороших людей очень много с кем познакомилась мне конечно это было очень приятно потому что сидя дома я не работаю сейчас вот еще этот важный момент да я не работаю уже шесть лет то есть после первого ребенка я выходила там работала на трех работах когда забеременела вторым ребенком еще не успев его отдать садик потому что здесь садике для детей с трех лет тут же я беременею меня происходит третья беременность и то есть вот это время я не работала но не работала я мама да это постоянно здесь ты пока воспитываешь детей ты приобретаешь профессию психологов ну повар ты уже вот потому что у тебя уже семья ты уже повар то есть ну то что делает женщина это 78 профессии даже находясь дома вот естественно что не работает да да вот куда-то ходить еще что-то находясь в доме меня это конечно тоже очень как сказать замыкало вроде бы я и что-то делаю и результатов я не таких прям не вижу то есть я не чувствую этих денег в кармане но я весь день в чем-то в общении в работе как говорится да то есть ну ты понимаешь здесь на связи с людьми потом приходят детки пожалуйста с ними нужно всех организовать это очень тяжело очень тяжело и потом на себя время абсолютно нет абсолютно но элементарно почистить зубы там привести себя в порядок это все это максимум да то есть выглядеть более-менее еще чтобы выйти но и потом даже это мне было стыдно да когда девочки то балахоны начинаешь на себя уже когда ты идешь выбирать вещи и смотришь а у тебя там 2xl 3xl ты уже не можешь пойти к тем вещам которые раньше были это начинает тоже включаться голова а какой следующий размер будет а будет ли он вообще она все в облипку она все некомфортно штаны где-то жмут ладно возьмем размером больше что происходит ты смотришь а там нет размера больше идешь домой старых штанах уже но это это просто я не знаю это много конечно кому может отозваться и много кто наверное с этим сталкивался конечно я знаю что есть вещи для полных людей и можно подобрать лук и все все будет будет прекрасно но нужно привести себя в порядок мысли свои в первую очередь прийти к тому что осознание что это не нормальная твоя оболочка ты выглядишь намного красивее да знаешь сколько мне женщины писали какая аня красивая да я тебе говорю мне столько написали вот с нашей первой вот и стоит который выложила очень многие написали позже мы какая она красивая а похудеет будет только топики на сети я мечтаю о топиках я когда-то их носила вот у меня правда есть есть вещи которые не выкинула и я хочу их отец снова они у меня есть они у меня висят много гардероб не хочу с ними расставаться хочу с к ним вернуться я очень надеюсь что мы все это оденем обязательно это предвкушение такого знаешь чудо я скажу вот потому что это произойдет реально чудо это большая работа это огромный труд я знаю наш общий так потому что это будет не пять дней не шесть дней я понимаю что это год больше чтобы прям в идеальное состояние прийти самое главное чтобы это было еще и здоровье нет на не главное процесс сопротивления ну кто сказать и захочется бросить какая основная мысль тебя поможет вернуть в твою состояние мотивации я очень не будет тебе сказать чтобы ты вот что она меня так все собралась и не знаю даже ну это много могут быть таких вот ключиков от меня например вспомни что куда ты идешь как к своей цели да то есть то маленькая слабость на те ничего такого не даст ну то есть у меня всегда просто внутренний диалог с собой и наверное сейчас настолько немножко так собралась концентрировалась только на себе что если например мне там кто-то будет что-то еще ну вне меня очень поддерживать я очень всем благодарна всем кто мне написал всем кто просто заинтересовался моей историей нашей с тобой нашим проектом и это это большая поддержка мне предложили вступить в группы да давай там группы у нас там есть присоединяйся все я не хочу сконцентрироваться и остаться одна вот сейчас вот пока я не поняла пока я учусь дабы вникнуть и научиться жить вот папа по правилам по вот именно поэтому питанию по выстроению своего дня это очень важный режим вот то есть проработать вечером как я завтра все как я покушаю что покушаю если у меня будет форс-мажоры что мне скушать так я уже знаю там я могу вот это вот это заменить да то есть это это конечно интересно очень я бы знаешь сказала вы сейчас даже такое что мы не учимся жить по правилам мы не можем жить по правилам мы можем ездить дорогам по правилам да их нельзя нарушать но по правилам жить не получится и мы сейчас приобретаем такой некий навык когда мы соединим принципы здорового рациона и здорового образа жизни потому что не только рацион там все там мысли твой отдых вот правила вот эти все равно не есть да вот эти все принципы здорового рациона с твоей реальной жизни вот такой какая она есть то есть трое она бешеная да есть большой дом есть муж есть родители есть много разных обязанностей и вот нам вот это нужно соединить и вот это вот определенный навык которому невозможно учить научиться только придерживаясь только диеты да вот как у нас говорят слушайте да дайте мне диету я пойду худеть не похудеешь просто на диете не похудеешь потому что это не просто диета это совмещение вот этого вот этих правил с твоим образом жизни когда это вот так вот прям встроилась и ну вот прям органично все работает когда мы тебя не ломаем да не поднимаем тебя там 6 утра когда тебе нужно собирать детей а ты должна в этот момент там не знаю кина и фитнес-клуб а когда там вечером например тебе нужно там есть например в 6 а детям в 7 а мужу 8 и ты без конца и края только тарелки подаешь то есть мы вот этого не делаем и сейчас мы приобретаем чтобы очень крутой навык когда ты действительно учишься находить разные решения в разных ситуациях да и уже в следующем кстати выпуске мы расскажем о том как ты уже сейчас с этим справляешься то есть как мы начали да и даже вчера был пример да ты гажда все пошло не по плану весь день пошел не плану но ты нашла варианты здесь тут там и все в целом получилось хорошо без стресса я так собой гордилась как я-то выдержусь и говорю не так было приятно это сообщение получить я это прям это определенный навык который невозможно будет потом у тебя забрать то есть знаешь когда ты уже это умеешь что-то как мы научились ходить на двух мы никогда не начнем ползать да и все да то же самое здесь ты научишься и это у тебя будет с тобой причем это не только вам может снизить вес до норм это поможет его удерживать очень долго к сожалению у нас жизни идеальная не идеальная и когда вот и мама троих детей с разным возрастом и ты еще имеешь свои какие-то увлечения да там например у меня вот есть такое что я еще немножко занимаюсь аэродизайном но опять же это как хобби для меня я не в смысле такого прям бизнеса я делаю это мне это нравится если это заказывают люди я могу им тоже сделать то есть у меня оформлено это все но это больше хобби и и аэродизайн это украшение шариками да 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 это я кстати не не слышала до аэродизайн то есть это мы украшаем помещение мы делаем фото зоны и то есть но это вот в таком вот виде просто фигуры или цифры из шаров то есть это вот в таком вот виде это все аэродизайн и мне это это такая небольшая одушина где я могу спуститься вниз в доме да у меня есть комната внизу я спустилась вниз я поработала немножко отдохнула привела свои мысли в порядок я творческий человек и вот в этом вот я себя тоже как бы расслабляю таким образом так собой горжусь что я прочитала я вникла в то что ты мне дала я все это я ответственная человек я подошла прям вот эта моя книга все и там вся самая ценная информация я поняла что можно заменить причем ты в сторисах тоже говоришь а если форс-мажор что можно сделать и это тоже запомнила и у меня были эти форс-мажоры я из них вышла то когда я тебе написала я я я я думаю я надеюсь сделала правильно и ты мне подтвердила ты умничка ты все сделал правильно у меня прям легче мне стало то есть вот это вот обратная связь конечно вот это самая тоже для меня была такая душу на вообще спасибо важно тоже я еще добавила бы здесь что ошибок не избежать я понимаю вообще и нам важно когда мы снижаем вес не требовать от себя максимума я должен быть на сто процентов молодцом я должен четко идти по плану я должен заниматься спортом каждый день я должен 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 вообще слова должен нужно убрать я делаю то что могу сегодня я сегодня могу там да вот выстроить свой рацион хорошо если сегодня еще смогла пойти походить 15 минут прекрасно вот это вот не не требовать от себя очень невозможного потому что не получается каждые на сто процентов у тебя эмоции каждый не на сто процентов до у тебя состояние дата не знают ты можешь все плохо чувствовать а может paradЕТу сил если можно творступ hydraulic уставшие тема прогресс порт настроение у тебя нету вот этого желания на сто процентов и у для многих это большой такой знаешь камень преткновения когда они первые три дня делают на сто процентов потому что все получается и потому что вот так сложились обстоятельства а потом что-то по что не по плану и они бросают потому что а смысл если я не могу вот на все 100 сделать на 80 я не готов я не знаю что официально и вот получается у тебя либо 100 либо 0 либо 100 либо 0 и чаще потом идут одни нали потому что на сторону как бы нас не хватает поэтому собственно вчерашний я не показал то что ты можешь да вот эти свои сто процентов достигать разными путями разуме не чуть не четко жесткой типа плану а просто находить находить разные вариант ты знаешь я знаю что в идеале должно быть и правильный сон достаточный сон до которого должен быть должно быть питание должно быть отдых самой собой до провести немножко времени естественно нагрузка физическая до какой-то и не за или это зарядка или это валкинг или это пробежка ну что-то должно быть но вот этот как бы сон еда и тренировка но это я думаю обязанность да как бы если хочешь похудеть база если вот например у меня сейчас идет только питание я вот сознаюсь я правда говорю я не делаю физическую нагрузку то есть здесь у меня выпадает я стараюсь регулировать сон чтобы у меня достаточно сна было бывает даже меньше но и тогда я ложусь днем вот но питание для меня сейчас прям вот на этом я максимально сфокусирована прям вот это мне нужно научиться потому что от этого я потом смогу так это я все сделала этому я научилась внедряем если хороший до следующий следующий потому что все начать вот именно вот это начало это очень тяжело никогда не нужно начинать вообще все сразу же одновременно это тоже такой планомерность когда мы идем маленькими шагами постепенно добавляем ты поймешь что уже тебе не нужно фокусироваться на питание так сильно как сейчас да ты уже можете спустим что здесь уже все я все умею все работает мы добавляем что-то следующее это значит как учить немецкий если бы мне сразу когда я начала его учить и начали рассказывать все эти склонения и все остальное этим всем словам сложным непонятным если вы мне еще говорили что кажется derdi das они еще изменятся потом да я форма у меня бы опустились в руки я сказал слушайте я не готов хочу не буду это идет сразу отрицание не буду о нет это точно для меня может быть для одаренных но не для меня поэтому в данном случае это то же самое просто порционально да да и это без стресса это происходит без стресса я прям вообще тощусь я думала о я наверное сейчас должна будут там бегать после тоже бегать я побежал но нет у меня никто не заставляет в этом у нас будет отдельно мы сделаем чтобы серию про тренировки вот мы с вами выйдем прямо на тренировку как она должна быть с каким пульсом как долго я предвкушаю уже мне очень многие написали как они повезло что у нее есть такая возможность чтобы даже тренироваться вместе вы я я самый счастливый человек правда это у меня есть волшебная книга и моя фея это правда но на сегодня собственно то что мы хотели рассказать это вот эта история они 3 и 9 килограмм практически 4 килограмма это результат очень хороший спланировала себе рецепты на день бывает так что он просто идет уже не так как ты спланировал а вот бывает такие форс-мажорной ситуации где ну ну то есть времени побольше теперь нужно да потому что сладости я не покупаю но сейчас мне уже молоко стало сладким правда я не представляла что я кофе могу без сахара пить ничего все вкусно все приемы пищи были примерно 4 часа чуть меньше да не больше четырех часов я наедалась